Всем привет-привет! Я хочу рассказать свой опыт, как я пережила развод. С момента развода уже прошло больше года. И, может быть, мой опыт кому-то пригодится, или просто я расскажу, что со мной было. Наверное, прежде всего, хочу сказать, что идея развода была не спонтанная. И я против таких серьёзных решений, принятых спонтанно. На развод мы подали в январе, а мысль уже о разводе, вынашивание её, была уже с осени, с сентября. Мы пытались, мы разговаривали, мы обсуждали, мы делали попытки сойтись. Это было на протяжении нескольких последних лет, ну, перед разводом. Вот. И, конечно, это решение принималось очень тяжело. И если бы были дети, то я даже, наверное, не представляю. Наверное, я бы не решилась на это решение, честно. Честно скажу. Ну, так как детей не было и было, куда идти жить, у меня есть своя квартира, то решение, конечно, принималось более легче. У тех, у кого некуда идти жить, и кто даёт советы, что да, это не проблема, что вы там идите, там разводитесь, я так слегка сказать не могу. Я сама прошла этот опыт, и я не могу тут легко посоветовать кому-то уходить или ещё что-то. Единственное, я, конечно, знаю, что если есть дети, если есть домашнее насилие какое-то, то нужно уходить ради детей. Как бы тяжело материально, физически, не было бы эмоционально, потому что это очень огромные травмы для детей. И я сама, как ребёнок, выращенный в такой неблагополучной обстановке, могу это точно сказать, это потом очень сказывается на всей жизни. Ну, у меня детей не было, но было тяжело принять решение в том плане, что у нас не было измен, у нас не было там драк, у нас не было каких-то диких ссор. Просто тихое расхождение во всём. Просто ощущение, что мы соседи. И когда вот такое, как сказать, тихое существование, то тоже решение тяжело принять. Ты думаешь, блин, может, я себя накручиваю, может быть, так живут все, может быть, я себе придумываю, может быть, ещё что-то. Ну, я приняла это решение, и честно об этом не жалею. И мне кажется, Дима тоже не жалеет. Так вот, как я пережила развод? Как я уже сказала, решение было принято очень так выношенно. В январе мы подали заявление в конце января, и 30 марта у нас был развод. Прежде всего, наверное, главный мой совет – не начинать обвинять друг друга. Если вам хочется высказаться, есть какие-то обиды или ещё что-то, лучше идти к психологу, либо сидеть с подружкой, либо, как я, на камеру, но друг другу начинать вот это, знаете, после драки кулаками не машут, начинать обвинять друг друга. Конечно, у меня были обиды. Естественно, естественно. Сказать, что я словила дзен, и у нас не было обид – нет. Но просто я сказала Диме и попросила груди, давай сейчас уже копаться не будем, потому что если мы начнём этого рашить, то до добра это может не дойти, вообще не дойти. Я хочу после развода с тобой общаться, как с другом, как с человеком близким себе. Если мы начнём друг друга обвинять, то мы погрязнем в обидах или ещё что-то, и сами мы точно не справимся. И, наверное, для меня это было такое правильное решение, что просто пережить, просто пережить, рассказать сёстрам, о чём я думаю, или самой там как-то поносить эти мысли. Но Диме высказывать, ты виноват в этом, в этом, в этом, я не стала. И мне кажется, я сделала правильно в этом плане, потому что я не стала разрастать обиды. Мы бы друг друга не услышали. Мы, наверное, через, вот недавно, спустя там практически год, чуть больше, мы смогли поговорить и высказать немного друг другу, и стало полегче. Но вот сразу в этот момент я высказывать не советую. Вот. Разошлись. Вот. Наверное, я бы советовала, конечно, какое-то время вообще не общаться после развода. Я же, наоборот, общалась с мужем после развода, так как мы расстались хорошо, и он мне какое-то время материально помогал, то мы, наоборот, с ним общались. Мне было очень тяжело в этом плане, потому что, когда мы разъехались, то обиды как-то утихли, и ты ещё больше начинаешь задумываться, блин, это было правильное решение, это точно было правильное решение. Но мы периодически виделись, и я понимала, из-за чего мы расстались, и надо осознать, что никто не изменится, что те причины, из-за которых вы расстались, они останутся. Если вы готовы мириться и сходиться, то ради Бога. Вот. Наверное, самое правильное решение, мне как-то давали советы, Надя, не замыкайся в себе, и я решила испробовать этот опыт. Я зарегистрировалась практически сразу после развода на сайте знакомств. Честно скажу, меня все мужики бесили. У меня было сплошное недоверие. Сейчас оно тоже есть, но уже не в такой острой фазе. Вот. Все мужики бесили. Но свою какую-то энергию или еще что-то я перенаправила вот на сайт знакомств. С некоторыми даже ругалась. То есть, может быть, это какие-то недосказанные обиды бывшему мужу я переключала на этих мужчин. Виделась я немного, практически несколько. Еще самый главный факт, что я прожила долгое время, 10 лет почти с мужем, и у меня были такие, конечно, разговоры там с родными, что вот, прошли годы зря. На самом деле, мне кажется, самое главное себя настраивать, что ничего не зря, что, конечно, иногда у меня проскакивало. Блин, прошло 10 лет, и получается, они все обнулились, то есть все, как бы молодость прошла, ты осталась у разбитого корыта. Ну, а потом я подумала, Надя, были моменты хорошие. Вы жили, как бы, и нету нигде ни в дружбе, ни в отношениях гарантии, что это на всю жизнь. Были хорошие моменты. Я все время циклилась, зацикливалась на каких-то достижениях, что же было за эти 10 лет хорошего. И я себя как бы программировала, 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 только лишь бы не сожалеть об этих годах и не подумать, что все это было зря. Потому что мне кажется, хуже этого, жалеть себя, жалеть об этих годах, ничего нет. Уже ничего все равно не вернешь. И я циклилась только на хорошем. И благодарила себя, благодарила мужа, что мы выросли, что в этих отношениях как бы... То есть я старалась, как бы тяжело не было, зацикливаться на положительном. Потому что если пустить негатив и начать, что зря, эти годы зря, зачем я столько потратила, то мне кажется, вообще из этой ямы можно не выбраться. Потому что время — это самое невозвратное, что у нас есть. Старалась ходить на свидания. Конечно, у меня их было немного. Но все равно ходила, как бы мне тяжело не было. Первое время я сравнивала всех вообще с мужем. И юмор, и шутки. Но самое главное, я помнила, что главное — время. Время. Я просто дала себе время и стала ждать. Сказать, что окончательно вот я сейчас свободна и все, что ли, ну, сейчас уже намного проще. Прошло почти полтора, ну, не полтора года, год и год и четыре. Но время, правда, лечит. Но главное — дать все время и не наделать кучу ошибок. Вот. Не связаться на фоне развода, влезть в какие-то опять дикие, непонятные отношения с человеком неизвестным, лишь бы только было. Вот. Так что вот, наверное, это все, что я хотела рассказать. Если что-то будет еще, я обязательно дополню. Продолжение следует...